Приветствую зрителей YouTube на канале NPO EnergoComplict. В этом видео я хочу рассказать о начале работы с модулем NodeMCU в среде разработки Arduino. Распиновку данного микроконтроллера я приложу. Давайте сейчас сразу перейдем к подключению микроконтроллера. Я подключаю его к USB. Вот у нас, видите, модуль откликнулся. И теперь нам нужно установить драйвер. Ну вот, здесь обозначено, какой драйвер нам нужно установить. Ссылку на драйвер я дам в описании. А сейчас я вам покажу на компьютере, как это все устанавливается. Итак, для начала работы с микроконтроллером NodeMCU нам необходимо установить драйвер для нашей операционной системы. Для этого мы заходим на сайт 3weg21.ru, ESP8266, и в самом низу находим две ссылки. Одна ссылка для драйвера для Windows, другая для Mac. Вот у меня операционная система Windows, поэтому я скачиваю драйвер для Windows. Вот, сохраняю. Нахожу данный скачанный файл. Вот. И запускаю. Подтверждаю, да. И нажимаю кнопку установить. Драйвер у меня уже установлен, поэтому повторно я устанавливать его не буду. Вот. После того, как он его установит, драйвер, заходим в диспетчер устройств. И вот где компорты, мы видим то, что у меня микроконтроллер прописался к компорту номер 3. Вот. Заходим в свойства, и в параметры порта здесь вот мы устанавливаем скорость. У меня установлено 115200. Вот, я также оставляю. Вы можете поставить какую-нибудь другую поменьше, например, 9600. Вот. Далее, после того, как у нас драйвер успешно установлен, мы увидели в диспетчере устройства, что у нас микроконтроллер присвоен к компорт, нам нужно скачать саму платформу Arduino. Вот. Заходим на сайт Arduino CC. И вот здесь, вот в разделе Download, выбираем платформу для вашей операционной системы. Вот. Я устанавливаю для Windows. Внизу находим ссылку Just Download. Просто скачать. И скачиваем платформу на жесткий диск. Ну, после того, как я скачивать не буду, так как у меня уже платформа установлена, вы ее скачаете и запустите процесс установки. После того, как вы установите, у вас появится на рабочем столе ярлык для входа в платформу Arduino. Дважды по нему щелкаем, и у вас запускается платформа. Партон у меня уже запущен. Запущена платформа. Поэтому я... Сейчас из-за того, что я повторно запустил, у меня повторно откроется. На это все закроем. Вот. Запустили платформу. Заходим в настройки. Вот. Нам нужно установить плату ESP8266, то есть наш микроконтроллер. Для этого, где вот поле для ссылки менеджер плат, устанавливаем вот эту ссылку. Я ее оставлю в описании. Вставляем ее сюда. А здесь вот прописываем путь, где у вас будут храниться скетчи, которые стандартные вместе с библиотеками, или которые вы написали сами. Вот. Все. После того, как все пропишите, нажимаете просто ОК. Далее заходим в меню «Инструменты». И здесь, в самом верху, «Инструменты», выбираем «Менеджер плат». Вот у нас загружается список платформ. И ищем микроконтроллер ESP8266. Вот у меня сейчас уже установлена версия 2.3.0. Вот. Вот у вас, так как она не будет установлена, появится вот здесь вот пункт «Установка». Нажимаете на установку, и запустится установка микроконтроллеров на базе ESP8266. Ну, вот тут прописано, какие микроконтроллеры. Вот. Далее, после того, как процесс установки плат завершен, заходите снова в «Инструменты» и выбираете, ищите здесь свою плату. Вот. Находим нод MCU. Вот я выбираю версию 1.0. Вот. Также оставляю по умолчанию. 4 мегабайта флэш и 3 мегабайта под скетч. Частоту оставляю 80 мегагерц. Скорость, как в самом начале мы видели, у нас 115-200. Вот. И для проверки работы и проверки Wi-Fi модуля давайте запустим скетч. Он уже есть готовый. В примерах, вот ищем ESP8266 Wi-Fi, Wi-Fi скан. Вот. Вот он у меня, этот скетч уже открыт. Сейчас мы в сериал-порту увидим доступные точки доступа. Вот. То есть наш модуль ESP8266 будет сканировать Wi-Fi сеть. Вот. Сначала я нажимаю «Проверить». Он проверяет компиляцию скетча. Чтобы ускорить компиляцию, можно отключить антивирус. Тогда компиляция будет проходить быстрее. Компиляция завершена. И теперь переходим к загрузке. И вот происходит загрузка. В процессе загрузки на самом микроконтроллере, на чипе ESP8266, на модуле, мигает синенький светодиод. И когда у нас до 100% дойдет загрузка, значит загрузка скетча завершена. Вот. Загрузка завершена. Заходим в монитор порта. И вот показывает доступные Wi-Fi сети. Вот. У меня всего две сети. Одна сетка моя, другая чужая от Ростелеком. Вот. Как мы видим, модуль у меня успешно работает. И скетч, который мы загрузили, также работает. Вот. Ну, в следующих видео я покажу вам, как подключать реле, как подключать сенсорную кнопку, ну и другие модули для работы с микроконтроллером NodeMCU. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Кому понравилось видео, ставим пальцы вверх. Всем спасибо. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok